Рабочая неделя в районной администрации начинается с аппаратного совещания, в повестку дня которого выносятся наиболее актуальные на данный момент вопросы. На этой неделе сотрудники администрации обсудили результаты работы по проведению земельного контроля на территории муниципального образования, а также проанализировали итоги исполнительской дисциплины структурных подразделений администрации по работе с обращениями граждан. Подробности в первом материале выпуска. Одним из первых в повестке дня рассмотрели итоги проведения земельного контроля на территории нашего муниципального образования. Земельный налог – это один из основных источников дохода местного бюджета, поэтому эффективное и целевое использование земель, а также своевременная уплата налогов собственниками и арендаторами земельных участков, находится под постоянным контролем муниципалитета. В первом квартале этого года уже проведено 8 участков. Смотр 8 участков, выявлено нарушение использования земельного участка на территории города. В этом году также будет проведено 16 плановых проверок, направленных на обследование земель, находящихся в аренде. Глава района Роман Сенеговский поставил задачу перед управлением по муниципальному имуществу и земельным отношениям активизировать работу в данном направлении, а также обратить внимание на ее эффективность. Евгений Валерьевич, в чем вы еще видите? Вот ваше мнение. На пятерку мы работаем на этом вопросе или где-то надо на что-то обратить внимание? Помощь нам нужна в чем-то? Вовлекаем в оборот земельные участки, которые свободные, которые выявляются. Видим, уже программа начинает работать, которую мы купили. Уже есть порядка 28 тысяч земельных участков, которые база не соответствует налогу и нашего Росреестра. Это в общем, в принципе, работа ведется. Следующий вопрос. Повестки дня. Анализ исполнительской дисциплины структурными подразделениями по работе с письменными обращениями граждан. Как рассказала начальник отдела по работе с обращениями граждан Ольга Пронина, количество обращений жителей снизилось, что позволило району в общекраевом рейтинге занять 42 место из 44. Показатели неплохие, но еще есть над чем работать. Работа с обращениями граждан ориентирована как на обеспечение прав граждан, так и на повышение ответственности должностных лиц. Анализ общего количества письменных обращений, поступивших в администрацию муниципального образования за 2017 год, показывает, что по сравнению с анализомологичным периодом прошлого года их количество снизилось на 252 письменных обращения, то есть на 10% и составило 1011 обращений. Помимо письменных обращений, жители со своими проблемами могут обратиться на телефон горячей линии главы района, записаться на расширенный прием граждан. Эффективно себя зарекомендовали сходы и встречи с жителями в поселениях. С степи установления активного диалога власти с населением, изучения проблем жителей, принятия обоюдных решений, более эффективной формой признано проведение встреч в собрании с жителями сельских поселений. За отчетный период проведены встречи с жителями всех сельских поселений. Для участия в собрании приглашаются заместители главы, руководители структурных подразделений, служб социальной сферы. Такая форма работы дает возможность не только высказаться, выразить свою волю, но и получить квалифицированное разъяснение. А общее непосредственное общение с руководителем обратиться с просьбой. Роман Синеговский обратил внимание заместителей, а также руководителей структурных подразделений администрации на необходимость тщательного подхода к рассмотрению обращений граждан и выполнять поручения в определенный законом срок. Обращений не будет тогда, когда в принципе в достатке будет финансироваться каждая программа. Когда будут все дороги засмотированы, все тротуары, уличное освещение. Тогда их, наверное, будет кратно меньше этих обращений. Но пока жители нуждаются и попадают в трудную ситуацию, и на лечение просят, и везде, везде. Действия, конечно, соответственно, должны взаимодействовать. Последним на парадном совещании рассмотрели вопрос об итогах подписки на периодические печатные издания за первое полугодие 2018 года. Глав поселений, эффективно организовавших подписную кампанию, отметили благодарственными письмами. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».